Утро на Болткоме Доброе утро! Мы продолжаем. Абик Элкин, Александр Шунин в студии. И сейчас к нам присоединяется посредством Зума Константин Пальгов. Руководитель Тесту. Да. Доброе утро, Константин. Как видно, как слышно? Доброе утро. Видно отлично, слышно супер. Да, ну вот. Почти как будто вы в студии. Я надеюсь, что мы дождем с того момента, когда мы опять будем ждать гостей в студии уже очень нынче из экрана, но суть дела этот не меняет. Сейчас поговорим на очень такую животрепещущую тему. Все-таки с приближением хорошей погоды люди очень ждут, чтобы можно было куда-то вырваться из этого длительного заточения под названием карантин. Вот, может быть, с этого мы начнем. А для этого нужны прививки, ковидные паспорта, которые неизвестно когда будут введены. И туристические компании. Туристические компании. Безусловно. Константин, скажите, пожалуйста, начнем действительно с самой, пожалуй, актуальной, касающейся всех темы прошлой недели. Это массовая, действительно массовая вакцинация, тот самый эксперимент. Как вы его оцениваете, и в том числе с профессиональной точки зрения, вот эти вот 8300 с небольшим хвостиком привитых в течение уикенда? Отличная новость, на самом деле, потому что для того, чтобы сезон стартовал, как в прошлый раз мы говорили, несколько условий должны сложиться, в том числе массовая вакцинация, потому что без нее, ну, во-первых, туристы боятся ехать, во-вторых, есть ограничения у некоторых стран, и в-третьих, ну, просто это такая дополнительная защита. Даже если для вакцинированных не будет никаких приоритетов, по сравнению с тем, кто путешествует только с пациент-тестом, то для них это дополнительная защита, ехать спокойно и путешествовать уже практически с гарантией. Поэтому новость отличная. Чем быстрее все это закончится, чем быстрее пройдет цикл вакцинации, для индустрии это будет, наверное, самый фундаментальный вклад для восстановления индустрии, для того, чтобы она заработала в полную мощность. Хорошие новости. Да, вот все-таки, что говорят в туристической индустрии, может быть, не только латвийской, а какой-то возможности единой регуляции. Я не знаю, чтобы были какие-то, ну, есть же у нас вот эти паспорта или еди-карты, которые, ну, международно признанные. Может быть, будет какой-то универсальный или это электронный вид, или, не знаю, бумажный какой-то, где будет какая-то унификация вот этих вакцин, что, не знаю, человек X получил две дозы такой-то вакцины тогда-то, тогда-то, и ему сейчас безопасно летать, он бы и сам никого не заразит, и сам не заразится. Проверенного механизма на данный момент нет. Европа работает над тем, чтобы была зеленая карта, и было несколько предложений, и АТОПАС, и так далее. Ну, по названиям их было несколько, для того, чтобы у европейцев был единый документ, для того, чтобы можно было путешествовать. Туда бы вносилась вся информация о вакцинировании, и это бы упростило просто логистические потоки, которые связаны с очень серьезной проверкой, которая проходит перед посадкой в самолет, в поезд или в автобус, и так далее. Проверка, связанная с фактом прививки. На данный момент есть только разговоры, есть планы, но реализация в лучшем случае это будет середина июня, конец июня. Ну, а дальше как получится. Но, тем не менее, на данный момент это никак не останавливает туристов путешествовать. Вот сегодня, на самом деле, такой хороший, знаменательный день. Я думаю, что сегодня можно сказать, что туристический сезон открывается, и 21 числа, в следующую субботу, стартует первый чартерный полет из Риги в Анталию после года остановки. То есть, на самом деле, даже в отсутствии прививочного цикла, который прошли все граждане, все равно люди хотят ехать, их не останавливает это. Они едут с ПЦР-тестами, причем в третьи страны, так называемые, едут с тремя тестами. Люди, которые путешествуют в Европу, едут с двумя тестами. И в любом случае, для тех, кто путешествует в третьи страны, и тех, кто путешествует в Европу, необходимо по возвращению 10 дней карантин. Это не останавливает. Даже те, кто привился, тоже. Но есть люди, которые получили две дозы, у которых на руках документы с прививкой. Для них тоже на данный момент существует единое правило. После возвращения 10 дней карантин и дальше консультация с семейным врачом, для того, чтобы, если можно что-то оставить, вернее, ослабить карантин, то это дополнительные тесты, которые проводятся уже дома. Поэтому строгость достаточно высокая, но единого такого цикла, который обеспечивает передвижение, я надеюсь, что будет, потому что, ну, согласитесь, это не очень стимулирует, не знаю, людей, чтобы идти на прививку, когда им говорят, особенно те, кто любит путешествовать, что все равно вы, в принципе, ничем не будете отличаться, если так можно сказать, от тех, кто не привился, потому что вам все равно придется сидеть 10 дней на карантине. Ну, конечно, может быть, стимул то, что не заболеешь, но все-таки мне кажется, что постепенно нужно вот эту какую-то градацию, я понимаю, у нас принцип добровольности и так далее, но если все-таки люди этот цикл прошли, или, к примеру, медики, ну, большинство все-таки медиков у нас в Латвии привиты по долгу службы, большинство из тех, кто привился, уже получили вторую, действительно, эту дозу, да, и вот странно, их тоже держат на карантине. Конечно, есть, ну, я тоже консультировался с врачами по поводу того, что такое прививка, но на таком бытовом уровне, насколько они опасны, насколько нет, то есть все врачи говорят, даже люди, у которых есть хронические заболевания, обязательно в первую очередь им, на самом деле, необходимо делать прививку для того, чтобы избежать осложнений, которые могут быть без вакцинации. Но, конечно, приоритет в будущем, я думаю, в июне месяце, когда будут разработаны все критерии зеленого паспорта, будут учтены и те, кто привился, для них наверняка будут определенные преимущества. На данный момент об этом просто не говорится, ну, и трудно, наверное, с моральной точки зрения говорить, потому что невозможно ускорить тот темп, который существует сейчас с прививками, да, и говорить о том, что те, кто быстрее провакцинируется, у них будет преимущество, просто, наверное, некорректно. Хотя вот в ваших новостях только что вы говорили, что большое количество молодых людей прививаются, стоят в очереди, в общей очереди, то есть молодежь тоже понимает, и, наверное, это такой главный мотор, который может быть задействован в открытии сезона. Они больше хотят путешествовать, они более мобильные, именно поэтому они идут вакцинироваться, это хорошая примерность. Вот что касается, действительно, может быть, другой стороны, вот этих курортных мест, или, не знаю, вот тех туристических точек, куда и жители Латвии, и посредством вашей компании будут вылетать, есть ли там какие-то определенные требования для работников, не знаю, гостиничного сервиса, должны ли они быть привиты, не знаю, или там какие-то маски, или они тоже делают тест, да, а то получается, что вроде бы требования только к самим туристам, которые деньги привозят, а не к обслуживающему персоналу? Совершенно верный вопрос. На самом деле, ни одна страна, которая сейчас работает с туристическими потоками, слово не заинтересованно, вообще не подходит, то есть это, я бы сказал, ну, и не жестокие меры, на самом деле, очень серьезные меры, связанные с обеспечением безопасности. Ни один турист, ни один житель другой страны не может въехать в такие страны, как в Египет, или в Турцию, или в Испанию, без ПЦР-теста. То есть нет такого, что страны, которые принимают большое количество людей, заинтересованы в этом потоке и делают все возможное, чтобы люди к ним заезжали с наименьшими требованиями, или там полуподпольно показывали какие-то документы и пропускали все, что угодно, и как бы были, смотрели сквозь пальцы. Ничего подобного, очень жесткие требования и в Турции, и в Египте, и в Европе. Но я говорю про эти страны, потому что это самые популярные сейчас. Да-да-да, но это въезжаючи. А коллега спросил-то о персонале, который на месте работает. На месте есть. Ну вот жалко, но не жалко. В четверг будет у нас один гость из Стокгольма, консул Турецкой Республики, дипломатического корпуса, который будет говорить про все меры, которые принимает турецкая сторона для обеспечения контроля в отелях. У них есть правило на данный момент приоритетная группа, одна из приоритетных групп это туристический сектор. Все, кто работает в индустрии, первоочередная прививочная история для того, чтобы все люди, которые работают с туристами, гарантированно были защищены и не были больными. Помимо всех мер, которые есть в гостинице. Когда вы приедете в Турцию в этом году, вы, конечно, не узнаете сервис, который был, может быть, даже в прошлом году. Это совершенно другая история, это совершенно другие шведские столы, это персонал, который находится в маске. В масках всегда 24,7. Это огромное количество санитайзеров и так далее. Других мер нет. Нет такого, что что-то можно еще придумать для защиты туристов или защиты персонала. Но все, что в мире используется, на всех курортах сейчас задействуют. Ну, то есть, совершенно очевидно, что действительно используется все то, что доступно. Напоминаю, мы беседуем с Константином Пальговым, главой туроператора Тест-Тур Латвия. И у меня вот такой вопрос, который тоже связан с Турцией. Константин, объясните, пожалуйста, читаю в новостях, что Турция ввела на две недели частичный локдаун. Как это касается туристических зон от самых популярных направлений? Действительно, в Турции ситуация, которую мы смотрим, она непростая. Это то, что связано, наверное, со всей Европой. Мало как-то отличается от других стран. Есть больше или меньше амплитуда у каждой страны. Тем не менее, если читать российские ресурсы, я думаю, что частично это связано с, ну, так скажем, может быть, с каким-то политическим фоном, в том числе с активным муссированием этой темы. Поэтому надо тоже учитывать. Я вчера посмотрел расписание аэропорта Анталия о прилете самолетов, о прилетах самолетов. Сегодня летает Сюрих, летает Дюссельдорф, летает Берлин, Мюнхен и так далее. То есть европейцы летают, наши коллеги из Эстонии и Литвы уже открыли, и рейсы чартерные летают из соседних стран. И пока никаких проблем нет, правительство не решается ограничивать, потому что если будут ограничения, то опять друг на друга будем всекивать, начнем ездить через соседей, еще больше усложняя этот трафик и доставлять неудобства клиентам. Надеюсь, что ситуацию на самом деле мы отслеживаем. Первый рейс, как я сказал, в субботу состоится. Конечно, если в пятницу в любимое время СПКЦ они опубликуют 6 вечера, что Турция может быть закрыта, но придется останавливаться тогда. Это сложное решение. Конечно, мы готовы к этому, конечно, мы понимаем, что происходит. Но, тем не менее, до того момента, пока не будет прямых запретов на полеты в Турцию, мы не имеем права отменять наши полеты, мы должны выполняться обязательства перед клиентами, которые удерживаем уже практически в течение одного года. Ну, конечно, хочется надеяться, чтобы ничего не помешало начать сезон. Вот, что касается Турции и Египта, это сейчас, я так понимаю, самые популярные такие маршруты после пандемии. Есть ли какая-то информация, удалось ли вот этому гостиничному бизнесу, не знаю, Турции и Египта пережить это тяжелое время или некоторые гостиницы там, не знаю, закрылись, объединились с компанией, или государство их там поддерживало? Интересная особенность начала сезона в связи с тем, что российские туристы массово как бы не могут заехать в Турцию. На самом деле, их немного жаль, потому что они в Египет не могут заехать по тем же на самом деле причинам, которые существуют. Ну, не по тем же, но близким. Поэтому им кроме таких достаточно экзотических стран, дальних, или отдых внутри страны, ничего не остается. И в этой связи, конечно, поток огромный, и в этой связи турецкие отели вынуждены закрываться на полтора-два месяца, или вернее так, открываться на полтора-два месяца позже, и те туристы, которые должны были жить в тех отелях, которые из Латвии, которые должны были путешествовать, вынуждены, мы их вынуждены переселять, потому что отели говорят, окей, мы откроемся тогда, когда начнется больше трафик, когда туристы начнут ехать. Вот такая особенность. Но думаю, что пережили все проблем турецкие отельеры, хотя сезон у них всего шесть месяцев в году, тем не менее, они выстраивают его так, чтобы хватило на следующие шесть, и они стараются работать. Как я сказал, все уже летают, Европа летает, летает и Украина, летает Белоруссия, Эстония, Литва летает. Поэтому они рады каждому туристу будут ждать, пока приедут большие потоки из Германии, из России. Вот интересно, что в начале апреля так вот помелькнуло в новостях, и, кстати, многие жители, ну, не многие, но отдельные жители Латвии тоже оттуда прибыли, многие даже прибыли с вирусом, как подарок, видимо. Но, тем не менее, вот Танзания, мне показалось, что это какая-то, не знаю, новая точка, ну, до сих пор, пока не менее, для европейцев все-таки Танзания, может быть, я ошибаюсь, не была таким вот местом для массового туризма. Ну, вы правы в том, что Танзания была одна из немногих стран, которая разрешила рынком летать практически без ограничений, и поэтому она была открыта. Многие страны того региона, где находится Танзания, были закрыты полностью или вводили достаточно крутые меры для того, чтобы можно было наладить массовый поток туристический. Ну, не секрет, что любая страна, которая находится ближе к Африке, она достаточно рискованная с точки зрения болезней, которые там присутствуют, в первую очередь, связанной с малярией. Поэтому такой массовый поток на такие чартерные рейсы в такую экзотическую достаточно страну, как Танзания. Думаю, что справедливо, что нужно было остановить. Не думаю, что это как раз связано с политикой, но так она, видимо, паровозом пошла рядом с Турцией. Поэтому, чтобы не закрывать только Турцию, пошла и Танзания. Хотя в этом есть определенный смысл. Конечно, страшнейшая болезнь, которая... Вот, понимаете, наверное, как бы нас в будущем ждет не только ковидная прививка. Я думаю, что будет введен определенный инструмент, связанный с путешествием страны с высоким риском заболевания такими специфическими болезнями. Обязательная вакцинация. Это связано с лихорадкой, это связано с малярией, это связано с гепатитом. Думаю, что мы на пороге этого. Сейчас должны справиться все страны с ковидом. И в перспективе, я думаю, что за год-два будет придуман инструмент и придумана программа, которая будет помогать туристам путешествовать в эти страны более безопасно. И тогда уже не будет никакой необходимости вводить запрет и просто закрывать в середине сезона направления, которые только-только открывались. По поводу зеленых ковидных паспортов, мне интересно, когда обсуждалось, не успел задать, поэтому сейчас хотел бы простить и ненадолго вернуться к этой теме. Знаете, что интересует, почему в Евросоюзе нет единого мнения о введении этих самых так называемых зеленых ковидных паспортов, разные страны называют разные сроки. Хотя, казалось бы, они должны быть введены одномоментно, единовременно, везде. Ведь Латвия говорит о середине июля, какие-то южные страны, возможно, говорят уже о конце мая, кто-то предполагает ближе к осени. Почему такие разночтения, откуда они появляются? На самом деле, у туроператоров этого ответа нет. Я думаю, что лучше спросить у Министерства здравоохранения. Я слышал две версии. По-моему, если не ошибаюсь, первая версия была у господина Борденса, что это не раньше августа, а после этого господин Павлес буквально в этот же день перехватил инициативу и сказал, что это будет в июне, и мы не должны отставать от всей Европы. Думаю, что это связано с ресурсами, которые должны быть задействованы для подготовки. Каждая страна готовит внутреннюю базу самостоятельно. Конечно, никто не может из Брюсселя сделать так, чтобы знать, в общем, заниматься внутренними вопросами, за которые отвечает само государство отдельно. Но ресурсы, людские финансы, безусловно, в этом присутствуют. Скорее всего, это связано только с этим. Никаких других. Ну, плюс вакцинация. Как я сказал, думаю, что это не учитывается публично, но использование паспортов зеленых связано в первую очередь с успешной вакцинацией всего населения. На данный момент, думаю, что нам похвастаться нечем, хотя последние выходные, конечно, очень, последние недели, особенно в живую очередь, это очень позитивно. Думаю, ничего другого нет. Если есть какие-то скрытые вещи, даже не знаю, что еще придумать. Думаю, что, если вы спросите этого министра здравоохранения, я думаю, что ответы будут именно такими. Скорее всего. Огромное спасибо. Константин Польгов был с нами, глава оператора ТЭС-ТУР. Сегодня знаменательный день. Константин, мы вас поздравляем с профессиональным праздником, если можно так выразиться, начала нового туристического сезона. От души желаем, чтобы он не стал таким, как прошлый, а все вернулось и только улучшилось и развивалось. Успеха и удачи, хорошего солнечного дня. Обязательно еще пообщаемся. Мы же движемся дальше, перерыв небольшой, недолгий, после которого... Новости, да. И потом вернемся у нас эксперты. Личные истории вакцинировавшихся. И в половину приблизительно десятого, соответственно, будет представитель бюро секции, как это теперь называется? По вакцинации по Зуму. По вакцинации, конечно же, по Зуму. Вакцинация по Зуму. Да. Утро на балконе. что кто-то такие кто-то несколько, однок Pasлан, безud Lemon, их колон, 뭐� called People